Сейчас время зимней рыбалки. Зимняя рыбалка начинается, когда озеро или речка полностью покроется льдом толщиной не менее 4 сантиметра и продолжается до тех пор, пока не образуются большие закраины, знак того, что скоро начнется ледоход. Как удочки и насадка большое значение играет удачное выбранное место для лунок. Ледокол должен быть хорошо заостренным до 70 сантиметров в длину и иметь вес от 1 килограмма для тонкого льда и 5 килограммов для толстого льда. Чему мы отличаемся, представляю о других магазинах еще, это то, что последние два года мы очень большой акцент придаем как раз российскому рыболовству. Мы же знаем, что россияне самые заядливые и, я думаю, даже лучшие рыбаки вообще в мире и самые глубокие традиции. И, в общем, могу сказать, что у нас с российскими фирмами очень хорошее сотрудничество. И вот особенность того, что у нас очень много товара российского. Если мы теперь начнем говорить о зимней рыбалке, то первое дело, надо, как я сказал, выйти из дома, пойти на лед. И все начинается с этого, что надо прорубить прорубь, да? Все начинается с ледобура. Тут у нас есть всякие ледобуры и шведские, моро, которые очень знаменитые, скажем так. И теперь у нас есть российский ледобур или ледобуры, скажем, неро. Это, скажем так, новый или обновленный бренд и как раз модель последнего неро ледобура очень много обновленный. И я могу сказать с своего опыта, что никак абсолютно не уступает самым лучшим моделям шведского моро, но зато больше двух раз дешевле. Все материалы очень качественные, самое лучшее это лезвие. Лезвие очень удобно менять. И скажу еще раз, что как раз лезвие, которые, ну, самый главный артикул, который нужно иногда менять, то они три раза дешевле, чем шведские. Так что за четыре с чем-то евро купить новые лезвия, это ничего ужасного, по-моему. И не надо стараться самому точить их. Ледобуры, неро. Сейчас мы уже имеем довольно определенные интересы и в Швеции, и в Финляндии уже на них. И так как мы представляем российские ледобуры, неро в Европе, то мы уже смотрим на Скандинавию. Так что очень советую. Они есть разного диаметра, или начиная тогда 110 миллиметров, 130, 150, разного диаметра. И что самое интересное, я сам тоже пробовал, средний диаметр 130, тут можно поставить другие лезвия, и вы получаете шире прорубь диаметром 150. И это никак не труднее. Так что очень универсальная вещь, с коротким шнеком, с длинным. И их цена немножко больше 40 евро. Если мы сравниваем с шведским мором, то тут мы видим, что это стоит 113 евро, так что разница большая. Сейчас, с вчерашнего дня, у нас на все ледобуры скидка 25%. Это значит, что вот упомянуемый ледобур неро диаметром 110 сантиметров, можно купить менее 30 евро. Так что правильное время сейчас покупать. Это до конца сезона, или пока у нас их будет хватать. Мир рыболовства настолько широкий. Поэтому у нас очень простая система. У нас в магазинах подарочная карточка. Это самый лучший подарок. И не так, как в других магазинах, что она конкретными номиналами. Клиент сам приходит, говорит, ну например, один клиент пришел, вот я хочу подарочную карточку на сумму 33 евро, 33 сента. Мы сделали. Так что вы говорите сумму, столько и платите, и такую подарочную карточку получаете. И почему это хорошо? Естественно, особенно для рыбаков, потому что они сами знают, что им как раз нужно. Если вдруг этой суммы не будет хватать, немножко можно добавить и как раз купить то, что нужно. Это будет, по-моему, самый лучший подарок. В следующей передаче «Рыбацкие хитрости» мы расскажем, как правильно собрать себя на зимнюю рыбалку и на что при этом следует обратить внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова